Израиль за неделю на Народной Волне Наши радиослушатели Хочу поздравить с прошедшим праздником Песох Тех, кто празднует Песох И с прошедшим праздником Пасхи Тех, кто праздновал Пасху А у нас новости не кончаются И обнародовано видео Как на православную Пасху В храме Гроба Господня Есть такой обряд Снисхождение благодатного небесного огня Считается, что это огонь нерукотворный Он сходит с небес В знак воскрешения Христа Но поскольку храм Гроба Господня Занимают сразу три конфессии Три христианских конфессии То там очень часто бывают Какие-то потасовки Очень много народу набивается Все хотят получить Вот этот благодатный огонь И очень часто Израильским полицейским И израильским солдатам Приходится становиться Живой стеной между христианами Чтобы не допустить потасовки И вот в эту дату Тоже со снисхождением Благодатного огня Была большая проблема Дело в том, что Православная христианская церковь Она разделилась Теперь есть отдельно Российская православная церковь РПЦ А украинская православная церковь Она стала автокефальной То есть самостоятельной Получила собственную Так сказать Собственную автономию И после чего Российская православная церковь Так сказать К ней относится Ну примерно так же Как Россия к Украине И на вот этой церемонии Благодатного огня Патриарх российский Патриарх Иерусалимский Российской православной церкви Которая собственно И выносит из кувукли Этот нерукотворный огонь Он сказал Что он не разрешает Присутствовать там Представителем российской Представителем украинской Православной церкви Как самостоятельной Служить какую-то службу Ну говорит Они могут быть в обычной одежде Среди верующих Тут мы не против Но чтобы они сами Служили какую-то свою службу Отдельно в храме Дрова Господня Мы не разрешаем И это привело В общем К таким неприятным последствиям Был конфликт Ну Слава Богу Все Окончилось Без больших жертв Но просто Имейте в виду Какие у нас тут Бывают сложности Когда евреям приходится Разбирать тяжбу Между христианами Разных конфессий Ну наше Еврейское Еврейский Песох Тоже закончился На следующий день После еврейского праздника Песох Евреи-выходцы Из арабских стран Из стран Магрибы Они празднуют Такой праздник Мимуна Мимуна То есть сразу Когда кончается Пасха Они начинают печь Что-то квасное Какие-то такие Лепешки Которые всходят И праздновать Вот этот праздник Мимуна Так же как у нас Евреи-выходцы Из России Есть традиционный Праздник Новый год Который в Израиле Уже приняли И вполне Так сказать Празднуют И все время Нужно объяснять Только что Он не совпадает С христианским Праздником Святого Сильвестра А что это Советский Как израильтяне Они говорят Новый год Вот так И вот этот Марокканский праздник Мимуна Тоже уже Вполне принят Влился В израильский Календарь И очень многие Депутаты Члены КНЕСТа Используют Этот праздник Чтобы прийти Пообщаться с народом В частности Бывшая министра юстиции Елиц Шакет Тоже пошла На такой праздник Сефардских евреев Хотя она Ни с какой стороны Не сефардка Просто вот И конечно же Там ее поймали Спросили Поймали журналисты И спросили Вот Какие ваши Дальнейшие планы На что она сказала Для начала Я хочу просто отдохнуть И в общем Это хорошо понятно Теперь Наконец Наступили будни Но ненадолго 9 мая У нас Следующий Очень большой праздник День независимости Израиля 71 годовщина 70-ю круглую годовщину Отмечали торжественно Думаю Что и эту тоже Будут достаточно Торжественно Отмечать И главное Она совпадает С праздником 9 мая Потому что Праздник 9 мая Тоже С нашей подачи С подачи Советских евреев Выходцев Из Советского Союза 9 мая Тоже в Израиле Отмечается И на 9 мая Ветераны Ветераны Советской армии Устраивают парад Такой парад Что Молодые Израильтяне Служащие Израильской армии Смотрят И удивляются Как хорошо Они держат строй Как четко Они маршируют В Израильской армии Не очень Насчет Там маршировки И каких-то таких Печатания шагов Так что Я не очень Понимаю Как это будет Совмещено Может быть Парад Перенесут На день до Или на день после Чтобы Два праздника Вместе Не устраивать Но Время Наступит Лето Наступит Лето Купальный Сезон У нас Уже Открыт На некоторых Пляжах Так что Зимние Вещи Убираются В шкаф В Израиле Ходит шутка Что Наступила Зима Израильтяне Купили Зимние Шорты И зимние Маечки Зима У нас Тоже Не очень Холодная Но Все-таки Зима Дожди Прохладно А теперь Уже Лето Так что Купальный Сезон Открыт Можете Приезжать Отдыхать Загорать И купаться Сергей Хотите Объявить Телефон Для вопросов Да Конечно 847 400 500 Телефон В нашей студии Если у вас будут Вопросы Кассе Пожалуйста Звоните Сдавайте И получите Ответ У вас Лето Наступило А у нас Тут позавчера Выпало Снег Так Много А Инчи Четыре Наверное Если не больше Снег Вы знаете У нас Специально Вот в Корней Шамрон Например Специально Некоторое время назад Приехало Два грузовика Со снегом С горы Хермон Надо сказать Что вот еще В начале Песоха На горе Хермон Выпадал снег Израильтяне Массово туда рвались Чтобы дети Посмотрели на живой снег Может быть Покататься на лыжах Горных Там есть подъемник И в Корней Шамрон Специально для детей Было привезено Два грузовика снега Сброшено И детишки Там с ним возились Лепили что-то из него Так что снег У нас Это редкое лакомство Мы вам Очень завидуем У нас По этому поводу Шутка Гуляет Надеялись Что зима Начинать передачу Грустных новостей Но к сожалению Одна из важнейших Новостей Последних выходных Это событие у вас У вас в синагоге В городе Пэуэй Террористический акт Причем террористический акт Не каких-то там Мусульманских фанатиков К чему мы в общем Уже привыкли А вполне Так сказать Белого молодого человека И в котором была убита Убита женщина Лори Кей И ранено Несколько израильтян Дани Данон Наш представитель в ООН Сегодня На заседании Которое было Посвящено Ближневосточному конфликту Где обсуждалась И роль Американского плана И какие-то были Другие предложения Так вот Дани Данон Настоял на том Чтобы минутой молчания Почтили память Лори Кей И Он Произнес Очень прочувственную речь Про то Что собственно Израиль Основной смысл Этой речи Сводился к тому Что Израиль Должен существовать Именно для того Чтобы у Евреев Было надежное Убежище Но в данном случае К данном случае К сожалению Приходится Оговорить следующее Что израильтяне Которые оказались В Америке Они оказались В Америке Не просто так Не в гости Они приехали А это семья Из города Сдирот Который все время Обстреливается И родственники Этих людей Были ранены В Сдироте Вот ракетами Из газы И поэтому Они уехали В Америку Чтобы как-то Там получить Более легкую Более спокойную Жизнь То есть В данном случае Я вижу Вину Я вижу Так сказать Недостаток Израиля В том Что он не смог Обеспечить Израильтянам Безопасные жизни Здесь В городе Из Дирот И во всех Других городах И на юге И на севере страны И поэтому Они Были вынуждены Уехать Не то что Они поехали Потому что Там Их ожидали Лучше Давайте мы к этому Вернемся Давайте Примем звонок Потому что Эта тема Довольно большая Пожалуйста Вы в эфире Алло Здравствуйте Сергей Здравствуйте Ася Ася Пожалуйста Разрешите Один спор Он возник Примерно Две Недели Тому назад Когда вас Не было В эфире Вместо Вас выступал Другой человек И он Сказал о том Что Добр Восло Это Было Ну как бы Сказать Решением Единоречным Решением Терреса И Рабина И что Мол В Крессите Этот вопрос Не стоял И голосование В Крессите Не было Проведено Пожалуйста Поясните Вот эту ситуацию Было ли Проведено Голосование Давайте Немножечко Да Сделаем экскурс В историю Никогда Не лишней Значит С Процессом Осло Ситуация Следующая Когда еще У власти Было Правое Правительство Представители Израиля Тайно Поехали Встречаться С террористической Организацией Арафата Несмотря На то Что Это было Запрещено Законом В Израиле По закону Вы не имеете Права Встречаться С представителями Террористической Организации А ООО Организация Освобождения Палестины Ну понятно От кого От евреев Освобождения Она была Объявлена Террористической Организацией И официально С ней Не могли Израильтяне Встречаться Тем не менее Перес Его помощник Белин И Так сказать Другие люди Из окружения Переса Запланировали Вот этот Вот процесс И Они Встречались Не просто так Не для того Чтобы Вот Мир Там Понимаете У них была Идея Очень простая Скинуть Правое Правительство Уже К этому Времени Речь идет О начале 90-х Социализм Не пользовался Успехом Левая партия А вода Не была У власти И Левые Отчаянно Вот так же Как сегодня Хотели Опять вернуться К власти Во что бы то ни Стало Любым способом И вот эти Тайные переговорщики Предложили Арафату Следующий план После выборов Если мы Придем к власти То мы Передадим вам Территорию Оружие Власть Деньги Но Для этого Вы должны Помочь нам Прийти к власти И для этого Израильские Арабы Должны Прийти на выборы И проголосовать За партию А вода А надо сказать Что организация Освобождения Палестины Она претендовала На то что она Представляет Всех арабов Не только арабов Живущих в Иудее Самарии У которых нет Права Избираться И быть избранным У которых нет Израильского Гражданства Арафат Претендовал На представительство Всех арабов И надо сказать Что связи С арабами Израильскими Арабами Живущими в таких Городах Как Хайфа Яфа Лот Большое количество Там целые Арабские кварталы Или Назарет Так вот У Арафата Были связи С этими Арабами И Арафат Принял Эти условия А надо сказать Что вообще С начала С создания Государства Израиль Израильские Арабы Пытались Байкотировать Выборы Они не ходили На выборы Они не признавали Это сионистское Образование Как они говорят И они ходили На выборы Очень мало Арабских депутатов В КНЕСТе Практически не было Потихоньку Наши левые партии Так сказать Раскручивали Арабские Арабское желание Голосовать И быть избранным И потихоньку Так сказать Арабы Все больше и больше Начинали приходить На выборы Но вот коренной Перелом Произошел Именно Вот в 92 Году Когда Просто Арабы Получили От своего От своих Начальников Приказ Явиться На выборы Проголосовать За левые Или арабские Партии И действительно Произошел Перелом Правительство Так сказать Ушло правое Правительство Шамира Пришло Левое правительство Во главе С Ацхаком Рабиным И Вот Об этих Тайных Переговорах Перед выборами Никто Никто Не знал Во-первых Потому что Они были незаконны Во-вторых Потому что Авада Постулировала Что она Сионистская Партия Что во главе Ее стоит Генерал Рабин Который Всю жизнь Сражался С врагами Израиля Который Будет Защищать Безопасность Израиля И так Далее Так что Это Все Все Было Тайно Единорично Но После Прихода Рабина К власти Вот Этот Договор О котором Уже Договорились С Сарафатом Его Вынесли На обсуждение В Кнессете И Кнессет Не хотел За это Голосовать Несмотря На то Что У левых Было Большинство Все равно Кнессет Не хотел Голосовать За Вот Такой Абсурд Как Передача Террористов В Израиль Передача Террористов Власти Денег Земли И всего Остального И тут Был Сделан Трюк Когда Перекупили Двух Депутатов Из партии Цомат Партия Цомат Возглавляемая Рафолем Айтаном Рафолем Айтан Был Очень Популярный Генерал Его Партия Была Так сказать Считалась Правой Сионистской Но Знали Там Только Его А Эта Партия Неожиданно Получилось Семь мест И поэтому Его называли Рафолем Его семь гномов Потому что Людей Которые Вошли С ним В Кнесс Это В общем Практически Никто Не знал Рафолем Выбирал Просто По принципу Что Они Какие-то Знакомые Они Где-то В армии Работали Вместе С ним Или еще Что-то И вот Два Депутата Сегива Гольдфарб Оставили Партию Рафоля Оставили Оппозицию И перешли В коалицию Потому что Им пообещали Дожность Замминистра Еще какие-то Благо Вот И Они Поддержали Осло Проголосовали За Осло И Вот тогда Это стало Официально Принятым Законным И так далее Но понимаете Эта законность По принципу Ну Пятеро в лодке После Крыблекрушения Собрались Значит Еды нет Что делать Они решили Демократически Голосовать И четверо Проголосовали За то Чтобы съесть Пятого Вот Демократичность Вот этого Вот Принятия Договора Осло Она Очень похожа На вот Такую Демократичность Тут было Были Два года В Израиле Я почувствовала себя Как в Советском Союзе Выступают Там рабочие Колхозники Объясняют Какой-то будет Замечательный Мирный процесс А Тем Кто против Этого Те Кто говорят Что Вы что С ума сошли Не давайте им оружие Это же террористы Их Никуда не допускали Ни в Две больших Газеты Израильских Идиотах Ранот И И И И И И Не на радио И не на телевидение Там Практически Не было И вот Тогда Начались Массовые Демонстрации Демонстрации Организации Под названием Зоарцейну Это наша Страна Возглавлял Эту организацию Маше Фейглин Маше Фейглин С товарищами Со Шмуэлем Сакетом И Покойным Равом Бенниалоном У них Не было Ничего Да Ни Ни денег Ни Ни средств Ни офиса Ни опыта Предыдущего Просто Фейглин Сказал Это невозможно Терпеть Я знаю Что большинство Израильтян Сидят дома У телевизора И думают Что они одни Сумасшедшие А весь народ За осло А на самом деле Большинство Израильтян Против Просто они Не знают Что делать Они только Слышат От всех Что осло Это замечательно А В прессу Не допускают Тех Которые Говорят Что осло Это плохо И поэтому Я просто А вспомните В это время Еще не было Интернета Не было Социальных сетей Где можно было Кликнуть И сделать Флешмоб Было Единственное Телевидение Радио Все Других Средств Оповещения Не было Мобильных Телефонов Не было Если кто Не помнит Так вот Фейдлин Объявил Что мы Будем Выходить На демонстрации И перекрывать Дороги Просто Чтобы Израильтяне Увидели Если будет Тихая Спокойная Демонстрация То Никто Нас Не увидит Пресса Ничего Не напишет А мы Просто Перекроем Дорогу И тысячи Израильтян Которые Будут Ставить В пробке Они сразу Поймут Что Ни одни Они против Договора Осло Ну Я В общем Присутствовала При организации Этих демонстраций Мы Высказывали Очевидное Опасение Что Смотрите Люди Устали Едут домой Вдруг Пробка Израильтяне И так От пробок Страдают Они же В первую очередь Обрушатся На нас Но Фейдлин Оказался Прав А мы Не правы Люди Которые Из остановившихся На перекрестках Машин Люди Выходили К демонстрациям Присоединялись И В результате Вся Страна Уже пресса Не могла Замолчать Пресса Написала Вся страна Остановлена Действительно На десятках Перекрестков По всей стране Были Демонстрации Живые демонстрации Полиция Еще не была К этому готова Чтобы немедленно Хватать и арестовывать Сажать В кутузку Демонстрантов Полиция Тогда В общем Нормально Относилась К евреям Она понимала Что арабы Враги Арабы Террористы Или Еврейские преступники Но евреи Выходящие на демонстрацию Да еще с лозунгом Знаете На маечках Зоу Арцейну Было написано Я готов быть Арестованным За свою страну То есть Люди заранее говорили Да Мы выходим на проезжую часть Мы нарушаем закон Мы готовы Чтобы нас арестовали Но Мы настолько любим Свою страну Что нам необходимо Что-то сделать И вот тут Стало понятно Насколько Ничтожное Меньшинство Планировало Этот договор Осло Насколько Большинство Евреев В это не верили Насколько Большинство Евреев Поддерживали Лозунг Не давайте Им оружие Не давайте Им власть Не давайте Им землю Ответила ли я На ваш вопрос Да Я думаю Что ответили Давайте Мы в этом месте Сделаем небольшой Перерыв После чего Вернемся И продолжим